В эфире итоговая информационная программа «Неделя города» и я, ее ведущая, Алена Куклева. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Гонки на боевых машинах десанта. Курсанты ВДВ впервые соревнуются в скоростном вождении новейшими БМД-4. Польза молочных продуктов под вопросом. Почти 30% молочной продукции в области является фальсификатом. Глобальная сеть и глобальные проблемы. Рязанские кибердружинники борются с продажей наркотиков в интернете. 46 миллиардов рублей – такова общая сумма, на которую власти Рязанской области заключили соглашение на инвестиционном форуме в Сочи. Новые предприятия – это и создание рабочих мест. В регионе их станет на почти 3 тысячи больше. Среди только некоторых проектов – строительство мельничного комплекса, завода по производству крахмала и завода металлоконструкции. Агентство развития проектных инициатив будет участвовать в строительстве автомобильных дорог в Рязани. Самая крупная – сделка с компанией «Евроцементгрупп», которая вложит почти 25 миллиардов на строительство завода «Михайловцемент». Всего подписано 9 соглашений. Эксперты назвали Рязанскую область в числе регионов, заключивших на инвестфоруме договоры с наиболее крупными суммами инвестиций. Также в пятницу состоялась рабочая встреча губернатора Николая Любимова с первым замом министра сельского хозяйства Джамбулатом Хатуовым. Очень позитивно прошла встреча. Нам обещали помощь по всем вопросам, которые мы поднимали. В первую очередь это поддержка государством инвестиционных кредитов, субсидирование инвестиционных кредитов. Мы обозначали ряд наших инвестиционных проектов, наших предприятий, которые собираются реализовывать их в этом году. И получили одобрение этих проектов. Кроме того, мы обсуждали то, как в текущем уже году будут складываться взаимоотношения наши сельхозпроизводители с трейдерами. Мы говорили о том, как нам выйти на больший объем экспорта. Также Любимов принял участие во встрече Дмитрия Медведева с главами регионов. Обсуждали перспективы межбюджетных отношений, поддержку из федерального бюджета и снятие инфраструктурных ограничений. В первый день работы форума Дмитрий Медведев осмотрел стенд Рязанской области. Особый интерес премьера вызвала беспилотная армейская платформа «Вездеход», разработанная рязанскими инженерами. По сути, это машина, на которой может быть установлено различное инженерное оборудование, необходимый инвентарь какой-то. И уже она может работать в зависимости от задач. Применяться для нужд МЧС, для нужд ВПК, доставлять какой-то груз в удаленные районы полностью в автономном режиме. К другим темам. Громкое убийство в центре Рязани. 15 февраля во дворе своего дома был убит бизнесмен Александр Заварзин. Нападавший нанес ножом раны, которые оказались несовместимы с жизнью. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Однако, несмотря на свое время наказанную медицинскую помощь, спасти мужчину не удалось. В настоящее время следователями проверяются все возможные версии совершенного преступления. Разработаны версионные планы. В рамках расследования проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, причастного к его совершению. В Рязани вот-вот откажутся от старых икарусов. Заменить устаревший парк машин планируют на современные автобусы МАЗ-107. Один из таких в качестве гуманитарной помощи отдала столица. В 2009 году выпуска новый для Рязани автобус можно увидеть пока только на одном маршруте. Но узнать новинку для областного центра просто. Автобус на 3 метра длиннее своих коллег. Полностью низкопольный, имеет пандус и специальные места для инвалидов. Оснащен цифровым табло и, что особенно важно, регулятором температурного режима. Помимо системы отопления штатного, просто народный печик, здесь у нас находится конвектор, который работает вне зависимости от включения печек. То есть от подачи охлаждающей жидкости она нагревается и автоматически по салону протекает, как батарейка отопления в квартире. Планируется, что автобусы этой марки отправят на пенсию венгерские икарусы, возившие горожан еще в прошлом веке. Сейчас по городу курсирует 16 машин, которые закупили еще в 92-м году. Кстати, Рязань – один из немногих городов России, где на дорогах еще можно увидеть этот пережиток прошлого. К началу марта мы полностью откажемся от икарус. И заменим их на данную тип модели, на МАЗ-107. А можно ли утверждать, что данная модель более экологична? Наверняка ведь да. Да, конечно. Потому что данная модель, у нее класс экологичности евро-3 по сравнению с икарусом, у которого в свое время было и сейчас евро-0. С точки зрения истории интересен автобус ЛАЗ-291. Таких было выпущено на Львовском автобусном заводе. В 2002 году всего 20 для демонстрации новой техники. Один из них попал в Рязань. В Рязань он приехал в октябре 2005 года. Пробег его сейчас общий – полмиллиона километров. И все эти полмиллиона километров он проехал по улицам города Рязани. Ну, различных маршрутах. Конечно же, улицы города, наконец, станут более чистыми и современными. Без длинных оранжевых со скрипящей резиновой гармошкой, которая еще когда-то казалась чудом дизайнерской мысли. Но вместе с тем, со служившими свой срок икарусами. И будто уходит целая эпоха. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Информация на упаковке все чаще не соответствует действительности. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, грамотные покупатели все чаще и внимательнее проверяют срок годности и состав продукта. Особое внимание молочной продукции. Сотрудники Россельхознадзора в течение всего года проводят мониторинг качества различных продуктов на территории Рязанской области. Мясо, рыба, мед, яйца – все то, что попадает на наш стол, проходит систематическую проверку. Отбор продукции осуществляется как у предприятий на территории региона, так и в магазинах, лечебных учреждениях, учреждениях образования и социальной сферы. Результаты таких проверок далеко не всегда радуют сотрудников ведомства. Так было установлено, что 29% молочной продукции в Рязанской области является фальсификатом. Это значит, что в их составе были обнаружены неуказанные на упаковке жиры растительного происхождения. По данным 2017 года, прошедшему, у нас есть решения судов, они официально опубликованы, то есть на сайте мойорбита, без проблем можно посмотреть их. Значит, это такие молочные производители, производители молочной продукции. Это Тырновский молочный завод, Рыбновский, Ухоловский молочный комбинат и производители молокоперерабатывающие в Крепиковском обновении «Опторг». Соответственно, в их продукции были установлены жиры немолочного происхождения. Что мы в первую очередь делаем, это приостанавливаем действия декларации на выпуск этой продукции. Соответственно, больше производитель не сможет по этой декларации выпускать недоброкачественную продукцию. Это что мы делаем в первую очередь. Также мы возбуждаем производство об административном правонарушении в отношении добросовестного производителя, вызываем составление протокола и все материалы направляем в суд арбитражный для принятия решения. В прошедшем 2017 году молочные продукты также стали объектом пристального внимания независимой экспертизы, которую проводили сотрудники газеты «Комсомольская правда» в Рязани. Журналисты этого издания систематически проверяют самую разнообразную продукцию, тем самым помогая рязанцам ориентироваться в продуктовом изобилии. Наши экспертизы абсолютно независимы. Нет заинтересованных лиц в этих экспертизах. Все образцы мы обезличиваем. Сначала у нас происходит закупка. Идем в магазин, покупаем, как обычные люди, как обычные рязанцы. Берем с полок те товары, которые представлены, которые нам необходимы для проверки. Эти образцы в нужном количестве – одна-две пачки, один-два литра, несколько батонов. То есть нужное количество. Приносим в редакцию, а дальше мы перекладываем продукцию в пронумерованные пакеты или какую-то пронумерованную тару для того, чтобы не было привязанного отношения. Дальше с продукцией работают независимые эксперты. А о результатах исследований впоследствии можно узнать со страницы здания. Затем мы готовим публикацию, где все расписываем. Кто из производителей честно работает, а кто может схитрить, добавить вместо молочного жира. Пальмовое масло такое часто бывает. А в последнее время еще и говяжий жир добавляют. То есть фальсификация животными жирами сейчас распространена тоже. И практически каждое исследование выявляет недобросовестных производителей. В конце каждого года «Комсомолка» проводит подведение итогов и награждает добросовестных производителей. Так, среди лучших по результатам 2017 года отмечен Старожиловский комбинат. Качество его продукции за несколько лет проверок не изменилось. Сразу два диплома получила ООО «ЖИТО» в категории масло и сметана. А в номинации «Питьевое молоко» лучшей стала компания «Вакинская Агро». Их продукцию корреспондента «Комсомольской правды» отправили на экспертизу впервые. В любом случае, даже если вы покупаете продукцию проверенного бренда, специалисты советуют всегда обращать внимание на маркировку. Обращайте внимание на маркировку продукции обязательно. Соответственно, если это масло сливочное, в составе должно быть пастеризованной сливки. И продукция должна быть изготовлена по ГОСТу. Ни в коем случае, если вы хотите покушать сливочное масло настоящего, не должно быть никаких растительных жиров в составе. Также немаловажную роль играет эта ценовая категория товара. То есть за 50 рублей 200 грамм масла, к сожалению, ну, сами понимаете, никто туда жиры молочные не положил, грубо говоря. У нас были случаи, когда поставлялась продукция за 17 рублей 200-граммовая пачка. Ну, сами понимаете, о каких жирах молочного происхождения может быть и те речи. Соответственно, нужно обращать на цену продукции. По данным Рязаньстата, средняя цена масла за 1 кг составляет на январь месяц порядка 450 рублей. Кстати, корреспонденты «Комсомольской правды» уже начали проводить новые исследования молочной продукции. В этот раз они проверят не только рязанских производителей. Так что следите за публикациями, почаще заходите на сайт Россельхознадзора и внимательнее изучайте информацию на упаковке покупаемой продукции. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Мастерство управления боевыми машинами десанта демонстрировали на этой неделе курсанты ВДВ. Сотязания по полевой выучке среди подразделений ВДВ, вооруженных новыми боевыми машинами БМД-4М, проходили на полигоне Дубровичи. Валерий Седов подробнее. Первый, первый, я центральный. По маршруту подготовительного упражнения с выходом на рубеж стрельбы. Первый, первый, я центральный. Вперед, вперед. 15 февраля в воздушно-десантных войсках стартовал конкурс «Десантный взвод». Отборочные мероприятия различных этапов конкурса будут осуществляться на 10 полигонах соединений ВДВ. На полосе препятствий машина БМД-4. Экипажу предстоит преодолеть два круга, совершая маневрирование между заграждениями, проезд минного поля, а также скоростной участок, который препятствием даже не считается. По прямой дороге БМД-4 может разогнаться до 90 км в час. Самое простое и одновременно интересное испытание – это проезд колейного моста. Члены экипажа боевых машин в шутку говорят, что именно здесь получаются самые лучшие фотографии. После преодоления скоростного участка пути наводчикам-операторам предстоит показать свои навыки в стрельбе из разнокалиберных орудий. Здесь и крупнокалиберные 100-мм снаряды, и мелкокалиберные, которые все экипажи называют 30-мм. И на военном полигоне предстоит стрелять из каждого. Лучшие взводы, одержавшие победу в отборочных турах в соединениях, будут участвовать в первом в истории ВДВ состязании по полевой выучке десантный взвод на БМД-4М, который состоится в апреле 2018 года. Финальные состязания взводов на БМД-4 будут проходить под руководством командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова. Сейчас на военном полигоне Дубровича проходит настоящее состязание. Экипажи каждой машины готовились к отборочным этапам не один месяц, и все нацелены на победу. В отборочных мероприятиях конкурса «Десантный взвод» принимают участие как машины, так и личный состав. Пятикилометровый марш-бросок, преодоление полосы и точность стрельбы из штатного оружия. Для десантников полоса препятствий не в новинку. По словам солдат, после долгих тренировок никакой сложности в ней нет. А настрой только на победу. В течение нескольких месяцев различные десантные взводы будут бороться за звание лучшего в профессиональной подготовке. Каждый из отборочных этапов соревнований будет длиться в течение нескольких дней. Все соревнования и все условия соревнований, все нормативы предусматривают выполнение тех упражнений, которые им потребуются в повседневной жизнедеятельности в ходе выполнения учебно-боевых или боевых задач. По словам офицеров, все этапы соревнования в этом году отличаются от прошлогодних. Если раньше все зависело от индивидуальных навыков каждого солдата, то сейчас больше от команды. Появились такие этапы, как стрельба в составе отделения и взвода. Одно из самых ярких состязаний – это стрельба из штатного оружия. На рубеже бойцы с РПГ-7. Каждый выстрел летит точно в цель. Мишень поражена. В отборочных этапах принимают участие военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. По словам офицеров, соревнования проходят уже 4 года и едут защищать честь города только лучшие из лучших. Ежегодно 30% каждой команды – это солдаты 106-го полка. Именно тех, кто поедут на соревнования, станут известны только 16 февраля. Пока же остается пожелать всем удачи и напомнить девиз ВДВ – никто, кроме нас. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В России 15 февраля отметили 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана. Для советского народа эта кровопролитная война длилась 10 лет. Окончательная точка была поставлена в 1989 году, когда войска были выведены из этого государства. В Рязани память погибших почтили минуты молчания на площади генерала Маргелова. Цветы и гирлянды к мемориалу возложили участники афганской войны и родственники погибших. Это стоит дорогого. Именно в этот день вывод войск произошел. Ну, как говорится, радостно, что мы едем все домой. Это очень хороший, как говорится, день знаменитый. И мы каждый раз вспоминаем тех, кто у нас остались в Афганистане, кто не вернулся, кто погиб. Это честь для нас. И мы память эту чтим. В боевых действиях в Афганистане участвовали более трех с половиной тысяч рязанцев. 134 из них не вернулись. Уже почти 30 лет, не пропуская ни одной даты, в этот день приходят к мемориалу матери погибших, слезы на глазах которых не высушит даже такое долгое время. Ходить мы всегда ходим сюда. И чтем своих ребят. И никогда не забудем. И всегда будем ходить. В память о рязанцах, погибших при исполнении служебного долга в Афганской войне, школьники и студенты выпустили в небо воздушные шары красного цвета. Рязанка хотела незаконно приобрести права и сама же стала жертвой мошенников. При этом обманул руководительницу фирмы ее же сотрудник. Женщина пожаловалась ему, что уже не первый раз не может сдать экзамен на получение водительских прав. За сумму в 40 тысяч рублей мужчина предложил ей свою помощь. Но ни прав, ни денег, ни работника, обратившаяся в полицию, женщина больше не увидела. Рязанка передала деньги мужчине. С тех пор на работе он не появлялся, попытки связаться с ним были безуспешны. Оперативники уголовного розыска установили, что к хищению денег причастен 34-летний рязанец. Ранее он был судим за кражу. Злоумышленника разыскали и задержали. Выяснилось, что он не мог и не собирался помогать Рязанке и рассчитывал, что мошеннические действия сойдут ему с рук. Если пострадавшая постыдится обращаться в полицию. Синтетические наркотики. Их продажа и распространение уже давно вышли в интернет. Победить реальную наркоманию в виртуальном пространстве, а именно там, сейчас больше всего распространителей, намерены рязанские кибердружинники. Молодые люди работают с апреля прошлого года, но на их счету уже несколько закрытых опасных сайтов. Они мониторят глобальную сеть и днем, и ночью, а точнее, все свободное от работы время. Основная цель их деятельности – борьба с запрещенным контентом в сети интернет и просвещение в вопросах информационной безопасности. Наша деятельность началась со всем известной городской антинаркотической акции «Чистые стены», где волонтеры закрашивали надписи, расположенные на здании в городе Рязани, содержащие ссылки на сайты, на социальные сети, по которым можно было приобрести наркотические вещества. Ну и в связи с этим встал вопрос о том, а что же ссылку-то мы закрасили. Граждане ее не увидели, но сама продажа в интернете продолжается. То есть встал вопрос о том, что нужно как-то и закрывать подобные сайты или аккаунты в социальных сетях. Кибердружина работает с апреля прошлого года и насчитывает пять активистов. За это время им удалось закрыть более 60 каналов в мессенджере «Телеграм», 8 сайтов и 3 контакта по телефону, через которые продавали наркотики. Помимо распространения опасных веществ, кибердружинники отслеживают проявления экстремистского характера. Хочется, чтобы в нашей стране было поменьше наркотиков, поменьше терроризма, поменьше экстремизма, детского насилия. Ну, в общем, в любом случае, как бы хотелось, чтобы наше общество было более чище, более спокойнее. Интернет прочно вошел в нашу жизнь. При этом глобальная сеть приносит вместе с собой и глобальные проблемы. Территории одного региона охват деятельности дружинников не ограничивается. Интернет – это такая вещь, которая довольно распределена, например, на сайте Тула могут спокойно продаваться наркотики и покупаться в той же Рязани или в других городах. Поэтому, как бы, в нашем направлении нет каких-то границ конкретных определенных Рязанской области. Единственное, что мы можем, мы можем передать данную информацию в правоохранительных органах Рязани. Уже непосредственно эти органы по своим каналам будут уже проводить работы. Помощь кибердружины в содействии и пресечении распространения наркотиков уже оценили и полицейские. Одним из примеров успешной деятельности отряда кибердружины в сети интернет является содействие управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области в выявлении лиц, распространяющих или предлагающих распространять психоактивные вещества. В случае обнаружения сайтов с рекламой продажи наркотических средств дружинники направляют информацию об этом в управление наркоконтролем УМВД России по Рязанской области. Сотрудники полиции собирают материалы и направляют в Роскомнадзор для закрытия этих сайтов. Сейчас активисты своими действиями планируют снизить смертность от передозировки наркотиками. К работе они готовы привлечь новых добровольцев. А тех, кому предложили наркотики по интернету, просят об этом сообщить. Рязанцам предлагают сделать домики для сов. В Рязанской области обитают 12 видов этих птиц. Почти все они редкие или малочисленные, большинство которых занесены в Красную книгу. Встретить их можно в лесах области. И теперь там для них появятся новые домики. Елена Валова – бёрд-вотчер. Она фотограф, но ее модели не люди, а птицы. Как говорит Елена, направление это сейчас очень популярно. Птиц можно наблюдать круглый год. Они всегда рядом с нами и в городе, и за городом. Они привлекают к себе разнообразие и окраски, и пение. И при этом мы их можем достаточно часто видеть, встречать, в отличие от зверей, которых увидеть достаточно сложно. Самым желанным объектом для съемок в лесах области становятся совы. Красивые, грациозные птицы, которые совсем не любят фотографироваться. В прицел объектива они попадают очень редко. Оттого и добыча снимка становится такой желанной. К тому же, по словам орнитологов, благодаря бёрд-вотчерам можно лучше изучить места обитания и повадки сов. Порой одна фотография становится важнее любой научной статьи. Поэтому чаще всего орнитологи изучают птиц совместно с бёрд-вотчерами. Длиннохвостая неясыть – одна из самых редких сов. Встретить ее можно в лесах Рязанского региона. Вот только на фотографии она попадает редко. Чаще всего встречи с ней происходят в куда более трагичных ситуациях. Мне приходилось встречать как в дикой природе в Национальном парке Мещерский, так и бывает, что эти совы при попадании под автомобиль или о провода бьются, они могут быть травмированы. И тогда таких сов люди подбирают и приносят в ветеринарные клиники. По возможности мы оказываем им помощь. И если птица выпускная, то ее выпускаем в дикую природу. Длиннохвостая неясыть – это одна из малоизученных птиц в области. По фотографиям можно только немного понять их место обитания. Поэтому орнитологи решили устроить необычную для Рязани акцию. С целью того, чтобы набрать побольше информации и последить за биологией этой совы, и вообще просто понаблюдать ее в природе лишний раз, решили повесить вот эти гнездовые домики. Акция называется «Домики для сов». В Рязани она проводится в первый раз. Поэтому орнитологи консультировались с коллегами из других городов. Например, в Нижнем Новгороде уже 15 лет специалисты совместно с горожанами строят советники. Нижегородцы и помогли с чертежами домов для рязанских сов. У них нет такого понятия «дом», как у человека. Дом для них – это только место, где они выводят птенцов. То есть вот на период гнездования они там делают гнездо, откладывают туда яйца, а потом там выводят птенцов. И когда птенцы вылетают уже из этого гнезда, больше, в принципе, дом им не нужен. Поэтому только вот на этот вот период. Это самый уязвимый период в жизни с птицей. Елена Феонина говорит, что кроме размеров советники практически ничем не отличаются от скворечников. В остальном концепция все та же. Широкий леток и высокий домик, почти в метр в высоту. Самая важная деталь, по словам орнитологов, это не использовать при строительстве гладких досок. Совы и птенцы передвигаются по домику с помощью когтей. Построить домик для сов может любой рязанец. Акция продлится до 16 марта. Готовое жилище для совы вешать своими силами не рекомендуется. Лучше привезти готовый домик в один из пунктов сбора. Для нахвоста неясыть вид довольно требовательный к месту обитания. Готовые домики будут развешивать организаторы акций по территории области. Адреса пунктов сбора можно найти в интернете и в группе Рязанского клуба птицы в социальных сетях. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем отличных выходных. Игорь Глотов, телекомпания «Город» Игорь Глотов, телекомпания «Город»